Здравствуйте! В эфире программа о работе органов прокуратуры на страже закона. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайко провел в Екатеринбурге личный прием предпринимателей Уральского федерального округа, представителей малого и среднего бизнеса. Личный прием представителей малого и среднего бизнеса Уральского федерального округа провел в Екатеринбурге генеральный прокурор РФ Юрий Чайко. На мероприятии присутствовали первый заместитель генпрокурора Александр Буксман, заместитель генпрокурора Юрий Гулягин, президент общероссийской организации «Опора России» Александр Калинин и другие руководители высокого ранга. Это вторая встреча в подобном формате. Первая прошла в этом году во Владивостоке. В рамках Дальневосточного экономического форума в этом году была впервые открытая интерактивная площадка Ингенпрокуратуры, работа которой вызвала огромный интерес у его участников. На ней же прошла и наша первая встреча с представителями малого и среднего бизнеса. Мне очень понравился такой открытый диалог, формат такой в этой встрече. В этой связи было принято решение проводить такие встречи на постоянной основе. Мы будем также брать по округам, будем брать тоже субъекты, руководители «Опора России» и будем также встречаться. На следующий год запланированы аналогичные мероприятия в Приволжском, Северо-Западном и Южном федеральном округах. Форматы общения с бизнес-сообществом совершенствуются. Цель прокуратуры создать систему, позволяющую получать информацию о возможных нарушениях прав бизнеса от самих бизнесменов, которую можно было бы сравнивать с той, которую представляют официальные структуры. Как справедливо заявляет курирующий данные направления Александр Буксман, содержать в штате полноценную юридическую службу большинство малых предприятий просто не могут. Но нет у них возможности содержать богатых, умных, деятельных, талантливых адвокатов, и тем более содержать юридические службы. Поэтому мы и сосредоточили основу внимания на защите малого и среднего предпринимательства, и считаю, что мы накопили серьезный опыт в этой работе. Уже более 11 лет мы предметно этим занимаемся. Но тема, она безгранична. Среди вопросов, по которым предприниматели обращаются за защитой в прокуратуру, и по которым им могут здесь помочь, лидирует злоупотребление со стороны контрольно-надзорных органов. Только за последние полтора года прокуратура отменила около 300 тысяч неправомерно назначенных проверок. Вторая тема обращений – возврат долгов по государственным и муниципальным контрактам. За тот же период сумма этого возврата составила 47 миллиардов рублей. Большая часть этой суммы приходится именно на малый и средний бизнес, исполнивший свои обязательства по контрактам. На Дальнем Востоке, к примеру, мы столкнулись с ситуацией, когда два года не рассчитывались, один из институтов с малым предприятием, под предлогом, что государственный, что у него нет средств. Тут же вопрос был решен с Министерством сельского хозяйства, и после двух лет волокиты человек наконец-то получил свои деньги. На приеме в Екатеринбурге также был рассмотрен ряд конкретных фактов злоупотреблений. Как было заявлено, в один из регионов Урала, в Челябинскую область, для проведения проверки по факту многочисленных жалоб предпринимателей будут направлены сотрудники Центрального аппарата Генеральной прокуратуры. В заключении Юрий Чайко отметил, что 2020 год объявлен годом предпринимательства, и в этом году будет проведен ряд целенаправленных проверок соблюдения прав бизнеса. У нас в Владивосток был экспромт, в принципе, там все это где-то там нащупывали, где-то вот эти все направления. Здесь совершенно уже по-другому, здесь уже основательно, серьезно. Вы подумали, вопросы подготовили, мы тоже старались помочь, мы даже подумали, как дальше нам действовать. Поэтому еще раз большое спасибо за вот такую хорошую встречу. А вам всего самого доброго. Вы можете всегда рассчитывать на нашу помощь и поддержку. Вопросом добычи и охраны водных биологических ресурсов государство уделяет особое внимание. Какие нарушения выявляются прокурорами в этой сфере, рассказывает прокурор отдела управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Виталий Зонов. Охрана водных биологических ресурсов – одно из направлений, находящихся сегодня в зоне повышенного внимания руководства страны. В частности, на уровне Генеральной прокуратуры имеется постановление от 5 мая 2017 года об усилении прокурорского надзора за исполнением закона в сфере охраны и добычи водных биологических ресурсов. За последние полтора года в Уральском федеральном округе пресечено более полутора тысяч нарушений закона в данной сфере. Как показывает практика прокурорского надзора, каждое пятое выявляемое прокурорами нарушение, оно сопряжено с деятельностью рыбодобывающих организаций. Обусловлены они незаконной добычей водных биоресурсов, отсутствием рыбопромысловой документации или добыча рыбы в отсутствии необходимых разрешительных документов. Еще одно распространенное нарушение – это неисполнение юридическими лицами обязательств по компенсации нанесенного водным биологическим ресурсам ущерба. На уровне Уральского федерального округа ключевой орган, осуществляющий рыбоохрану, это Нижневское территориальное управление Росрыболовства. Кроме того, какие-либо функции в сфере охраны и добычи водных биоресурсов имеет окружной департамент Росприроднадзора. Это что касается водных биоресурсов, которые находятся на территории особо охраняемых природных территорий федерального значения. Кроме того, отдельные функции имеют региональные органы власти и органы местного самоуправления. Полномочия органов госвласти в данной сфере делятся на три большие группы. Предоставление госуслуг, осуществление надзорных полномочий, применение мер административного воздействия. Соответственно, нарушения и злоупотребление также выявляются в данных областях. Нами пресекались такие нарушения, как нарушение сроков согласования необходимых документов, незаконный отказ в допуске к участию в торгах для заключения договора на промышленное рыболовство. Имели место факты незаконной выдачи разрешений юридическим лицам. Что касается полномочий в области осуществления госконтроля, они детально описаны в законе 294 ФЗ от 26 декабря 2008 года о защите прав юридических лиц при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий. Скажу так, что нарушения со стороны контролеров при введении единого реестра проверок образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 19.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. У нас уже такая практика наработана. И вот в частности в этом месяце уже двое сотрудников контрольно-надзорных органов по постановлению заместителя генерального прокурора Гулягина Юрия Александровича привлечены к административной ответственности по этой статье. Соответственно, хозяйствующие субъекты, подвергаемые проверке, прежде всего речь идет о предпринимателях, в случае злоупотреблений в данной сфере вправе рассчитывать на помощь прокуратуры. Если вы не знаете, куда обратиться, вы можете обратиться в любую прокуратуру, в любой орган власти, который в силу закона 59-го должен по компетенции направить это обращение. Если мы говорим, опять же, про деятельность Нижневского территориального управления Росрыболовства и про департамент Росприроднадзора по федеральному округу, то в данном случае это прямая компетенция управления генпрокуратуры, и мы эти проверочные мероприятия реализуем. В завершение стоит добавить, что прокурорское вмешательство способно в том числе отменить незаконно наложенное административное взыскание. Так, в 2016 году в Кодексе об административных правонарушениях появилась важная новелла. Согласно статье 4.1.1, для субъектов малого и среднего бизнеса, привлекаемых к административной ответственности впервые, в случае, если нарушение не создает угрозы жизни и здоровью граждан, назначается наказание в виде предупреждения. На основании данной статьи только в текущем году по протестам заместителя генпрокурора России Юрия Гулягина было изменено 16 постановлений, изначально предполагавших назначение штрафа. Далее в нашей программе сюжет о работе прокуратуры Курганской области в сфере надзора за исполнением требований антикоррупционного законодательства. Конфликт интересов. Понятие, знакомое каждому чиновнику. Однако обычные люди считают, что эти слова точно никогда не коснутся их жизни. Но это не совсем так. По крайней мере, если вы руководите предприятием или, например, отделом кадров этого предприятия, вы должны запомнить, что трудоустройство бывших государственных и муниципальных служащих налагает на вас определенные обязанности, касающиеся как раз ликвидации возможного конфликта интересов. Это одно из требований антикоррупционного законодательства. Закон о противодействии коррупции, статья 12. В течение двух лет после увольнения карьера бывшего чиновника отслеживается во избежание возможных злоупотреблений. Соответственно, принимая на работу такого сотрудника, вы обязаны уведомить об этом его бывшего работодателя. Нарушение этой небольшой формальности может привести уже нового работодателя к санкциям в рамках Кодекса об административных правонарушениях. Полномочия по возбуждению дел, предусмотренных статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – это незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего, принадлежат исключительно органам прокуратуры. Так, за истекший период 2019 года в Заурале возбуждено более 20 дел об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения виновные лица привлечены к ответственности. Штрафы, согласно статье 19.29 КОАП, для физических лиц составляют от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч, и, наконец, для юридических – от 100 до 500 тысяч рублей. Насколько это много для вас лично, смотрите сами. В Каргопольском районе по результатам прокурорской проверки оштрафован на 20 тысяч рублей генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Каргопольский Леспромхоз за неуведомление межрайонного отдела МВД России Каргопольский о приеме на работу бывшего сотрудника. За аналогичные нарушения по требованию Шадринского межрайонного прокурора привлечено к ответственности сообщество с ограниченной ответственностью Тройка и его руководитель. Так, юридическое лицо трудоустроило бывшего судебного пристава-исполнителя Шадринского межрайонного отдела. В настоящее время рассматривается постановление Шадринского межрайонного прокурора о возбуждении административного производства в отношении должностного лица одного из государственных бюджетных учреждений города Шадринска. Стоит добавить, что здесь идет речь о трудоустройстве, либо оказании услуг на основании трудового, либо гражданско-правового договора, что вы и видите по вышеуказанным примерам. Соответственно, ответчиками по делу в таких случаях обычно выступают достаточно крупные предприятия, кадровые службы которых невнимательно следят за новеллами в законодательстве. Хотя этой статье кодекса в ее текущей редакции уже почти 10 лет. Прокурор Салихарда встретился с участниками российского движения школьников в рамках проекта «Классные встречи». «Классные встречи» — мероприятия для школьников под таким названием проходят в Салихарде не первый раз. Их объединяют две вещи. Первые сюда действительно приходят целыми классами. Второе — организаторы, прежде всего педагоги, стараются приглашать интересных гостей, чтобы встреча действительно получилась запоминающейся. В прошлый раз, например, со школьниками пообщались российские и зарубежные художники, приехавшие сюда, на Полярный круг, для участия в фестивале «Ночь искусств». В этот раз гостем ребят стал прокурор города Салихарда Денис Назаренко. Мы присутствуем в качестве гостей. Прокуратура города Салихарда часто организовывает или участвует в мероприятиях, где пытается вступить в диалог с детьми, особенно вот такого возраста, которые должны понимать уже при формировании личности, которая в этом возрасте формируется, что у каждого человека есть свои права и в том числе обязанности. Какие-то моменты, которые интересуют детей, связаны с защитой их прав. Моменты становления личности, в том числе на примере сотрудников прокуратуры определенных профессий. Вопросы школьников были, как обычно, детские. От самых простых до тех, которые ставят любого взрослого в тупик, заставляя вспоминать и заново формулировать для себя то, над чем уже не задумываешься. К примеру, обязательно ли хорошо учиться, чтобы стать прокурором. В данном случае все так и было. Нынешний городской прокурор учился без строек. Любимыми предметами были история и физкультура. Всерьез подумывал о том, чтобы стать профессиональным спортсменом. Говорить о том, что как интересная личность, как мне сказали, беседа об интересной личности. Я бы не хотел так, чтобы в этом зале вы ассоциировали меня с какой-то личностью, которая достигла больших высот. Время так бежит, что я совсем недавно был тоже и школьником, и студентом. И кажется, что это было буквально совсем недавно. Поэтому хотелось бы, чтобы это была беседа, в которой вопросы от вас поступали интересные, которые могли бы в форме диалога, может быть, побеседовать. Потому что мы, взрослые, зачастую у вас тоже учимся. И услышать от вас какие-то интересные вопросы, в том числе, которые предполагают нам задуматься о чем-то, тоже было бы интересно. Некоторые дети уже сейчас думают связать свою судьбу с защитой права. К примеру, ученица первой школы Полина Токмакова уже побывала на экскурсии в суде и выразила желание посетить прокуратуру. Денис Назаренко пожалал ребятам исполнение желаний и только классных встреч. Именно так он написал в книге отзывов. На прощание гостю подарили сувенир и благодарственное письмо. В Ханты-Мансийском автономном округе прокуратура добилась пуска тепла и перерасчета платы за отопление жительницы города Урай. У меня ребенок. Почему он должен мерзнуть? Гульнур Нусратова, рассказывая свою историю, не скрывает возмущения. В квартире девушки целый месяц не было тепла после старта отопительного сезона. Все обращения в управляющую компанию остались без внимания. Они мне пообещали в итоге никаких действий. На протяжении нескольких недель Гульнур обрывала телефонную линию жилищников с звонками. Не раз лично посещала их офис. Когда в управляющей компании на звонки жительницы Урая перестали отвечать, а в почтовый ящик уже успели положить квитанцию за услуги ЖКХ на сентябрь, девушка решила обратиться в прокуратуру. В третий сезон нам пришли уже квитки за отопление. То есть там числилась какая-то сумма. Я говорю, давайте напишем на возврат. Тепла же не было? Да, тепла не было. За что мы должны платить? Обращения в прокуратуре рассмотрели незамедлительно. Точно так же поступили в управляющей компании. Забыв про отговорки и обещания, жилищники ситуацию исправили. По данному факту мы провели проверку, установили, что действительно в части квартир этого многоквартирного дома отопление не поступало по причине завоздушения системы отопления. С нами был принят безотлагательный комплекс мер прокурорского реагирования. В том числе было потребовано от управляющей компании незамедлительно выйти на объект, обследовать и принять все возможные меры к включению тепла в квартиры горожан. Значит, уже на следующий день буквально работы все были произведены, тепло в квартиры граждан было запущено. Кроме того, заявительницы сделали перерасчет за тот период, когда в ее доме не было тепла. Эта история получилась со счастливым финалом. Однако, если бы все службы относились к своей работе более ответственно, то тепла не пришлось бы ждать целый месяц. Вы смотрели программу о работе органов прокуратуры на страже закона. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова